здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами об очень важной теме вне корневых подкормок и поливов иногда когда садовод или огородник или цветовод вносит подкормки делает вне корневые обработки делает все правильно составляет хорошие рецептуры успех этих мероприятий зависит не только от непосредственно состава подкормок или каких-то профилактических обработок или лечения сколько от режима их внесения полив и внекорневые подкормки особенно в защищенном грунте их правильное осуществление являются иногда решающим для достижения действительно хорошего успеха выращивания растений для того чтобы четко понимать когда и как правильно поливать необходимо вспомнить о том что растение существует два насоса нижний корневой и верхний через корни растения всасывает воду и различные растворы минеральных солей роста регуляторов и других веществ которые находятся в почве поступление этих веществ в корень происходит в соответствии с разницей осматического давления в корне концентрация солей зачастую так специально растением устроена выше чем в наружном растворе вода вместе с растворенными в ней веществами устремляется внутрь корня для уравнивания этих концентраций кроме того существуют активные механизмы поглощения определенных веществ из почвы особенно таких важных для растения веществ когда растение не дожидается вот этой разницы осматических давлений между раствором в корне и раствором снаружи то есть в почве а поглощает из раствора очень активно важные для себя вещества иногда поглощению этих веществ способствует микориза или такое грибное население корня которое может находиться снаружи которое может внедряться внутрь корня ну во всевозможных вариантах растения приспосабливаются к засушливым условиям экстремальным условиям и микориза зачастую в этом им помогает как же правильно провести полив и подкормку разумеется что если мы возьмем слишком концентрированный раствор и внесем его в сухую почву то концентрация солей и различных веществ которые будут содержаться в этом растворе может быть выше чем концентрация их в корне в этом случае произойдет обратно ожидаемым ожидаемой реакция вода не устремится из почвенного раствора внутрь корня а наоборот вода из корня устремится в почвенный раствор из-за этого вроде бы и поливая но насыщенным раствором мы получим физиологическую засуху когда почва вроде бы и влажная но концентрация солей очень высокая и растение может быть угнетено может увянуть либо полностью погибнуть если корни будут обезвожены и повреждены высокими концентрациями веществ здесь не лишь не вспомнить что различные вещества в растворе обладают различным различной способностью формировать астматическое давление раствора каких-то веществ нужно совсем немного для того чтобы уже вызвать вот такую неблагоприятную реакцию корней а какие-то вещества могут добавляться в большом количестве и это не будет влиять отрицательно на корни и на вот это вот физиологическую засуху растений разумеется для того чтобы избежать такой ситуации нам необходимо для правильной подкормки сперва пролить растения как следует для того чтобы насытить растения влагой насытить влагой почву затем внести концентрации рекомендуемые растворов и после этого пролить почву еще раз для того чтобы внесенный препарат как следует проник в зону роста корней и стал поглощаться корнями как можно быстрее когда мы говорим об определенных концентрациях веществ в растворах например одна столовая ложка там сульфата калия или сульфата магния или две столовые ложки мочевины на ведро воды или еще на какой-то объем мы всегда подразумеваем что эти растворы будут вноситься правильно правильно это значит в предварительно пролитую почву за исключением тех случаев когда мы говорим что раствор может вноситься и в сухую почву в том числе то есть он не оказывает какого-либо отрицательного воздействия на растение прежде чем мы рекомендуем те или иные растворы для подкормок мы их в обязательном порядке тестируем буквально все растворы и все составы нами тестируются каким образом мы это делаем мы берем вот такие вот череночки ну в данном случае это пасынки томата и опускаем их в те растворы а зачастую в более концентрированные растворы чем рекомендуем для внесения и только в том случае если в течение 3-4 дней мы не видим какого-либо повреждающего действия этого раствора в этом случае мы рекомендуем его вносить именно вот в такой оптимальной концентрации ну конечно мы иногда концентрацию немножечко понижаем чем та которая выдерживается растениями с тем чтобы при большим большом разнообразии обстоятельств не нанести вред вашим растениям ну какие реакции мы видим иногда мы видим что растение ну просто нормально себя чувствует иногда вот у томата особенно на третий день можно увидеть уже активное образование корней это свидетельствует о том что раствор не только не повреждает растение но является очень дружественным и как-то стимулирует это растение к корне образования иногда уже в течение нескольких часов мы можем наблюдать вот такую вот реакцию это буквально меньше чем полчаса растения здесь постояла это мы взяли столовую ложку поваренной соли забросили ведро воды поставили и вот мы уже можем видеть что растение вот в таком вот экстремальном состоянии конечно корни гораздо более устойчивы к этим раствором но уже идет потеря тургора идет как бы такая физиологическая засуха несмотря на то что растение находится в самом растворе и так далее кроме того что у растения существует нижний насос корни у него еще существует и верхний насос это листья на листьях на обратной стороне преимущественно находится масса устье через которые растение выпускает влагу это очень важно потому что благодаря работе устицам благодаря того что они выпускают водяной пар из листа происходит концентрирование раствора внутри листьев и вода из зоны менее концентрированного раствора который находится в корнях поступает в зону более концентрированных растворов таким образом вода в растениях может подтягиваться по сосудистой системе растения на огромные огромные высоты там буквально там десятки десятки метров у хвойных растений это очень хорошо известно у таких старых секвой которые достигают совершенно невероятных высот тут благодаря работе этих двух насосов и происходит нормальное обеспечение влагой и различными растворами растений если с нижним насосом с корнями все понятно то как сделать так чтобы верхний рассос насос не был заблокирован в первую очередь верхний насос работает благодаря тому что существует разница во влажности внутри листа и снаружи если мы например в парнике делаем стопроцентную влажность то есть мы полили опрыскали растения и закрыли двери не позволяем проветриваться воздуху удаляться лишней влаги то в этом случае мы можем наблюдать физиологическую засуху листья повисают удивительно влаги достаточно почва пролита а листья висят как тряпочки это означает что мы заблокировали верхний насос стопроцентная влажность в теплице парность такая сильная не позволяет испаряться в воде и несмотря на то что нижний насос готов работать верхний заблокирован пару некуда испаряться воздух насыщен водяным паром разумеется что растения вот в таком состоянии являются чрезвычайно уязвимыми для различных болезней вредителей потому что они находятся в ненормальном физиологическом состоянии соответственно для того чтобы хорошо работал верхний насос мы должны обеспечивать оптимальную влажность оптимальный уровень содержания влаги в воздухе здесь необходимо соблюсти баланс между слишком высокой влажностью и слишком низкой при слишком высокой влажности как и при слишком низкой нарушается опыление растений нарушается прорастание пыльцы на рыльце пестика это особенно важно для томатов которые при предпочитают такие хорошие теплые условия существует один из методов придерживания фитофторы такой как ну можно сказать бау баня или сауна считается что при температуре выше 35 к 40 градусам фитофтора возбудитель фитофторы погибает это действительно так но при этой температуре а особенно в условиях очень высокой влажности прекращается нормальное опыление растений и прекращается нормальное прорастание пыльцы если вы закроете теплицу в солнечный день во время цветения растений у вас есть риск образования стопроцентной влажности внутри теплицы у вас есть риск прекращения работы верхнего насоса и одновременно у вас очень высокие риски блокирования прорастания пыльцы и образование завязи поэтому этот прием можно делать исключительно в период до начала цветения растений ну условиях беларуси в условиях умеренной зоны в период до начала цветения растений в принципе фитофтора не обладает какими-то высокими повреждающими способностями и риски образования фитофторы в этот период чрезвычайно малы поэтому этот способ борьбы с фитофторой можно использовать но его можно использовать чрезвычайно ограничено кроме того многие растворы внекорневые растворы содержат достаточное количество всевозможных веществ и также могут обладать высоким осматическим давлением аналогично как с корневыми растворами растворами для корневых подкормок мы также тестируем все наши растворы на повреждающую активность на листья мы также в качестве тест объекта берем растение томата ну можно брать растение огурца но у него такие огромные листья вот это не очень удобно в таких вот мелкоэкспериментальных условиях в этой связи мы обрабатываем растения томата у него достаточно нежные листья небольшой такой практически отсутствующий восковой налет на листьях в отличие от гороха или капусты поэтому они весьма чувствительны к высокому осматическому давлению растворов но когда мы даем вам какие-то рекомендации мы что подразумеваем когда необходимо делать вот эти вне корневые подкормки или обработки против болезней разумеется что все хорошо знают что капельно жидкая влага на листьях когда она собирается в капельки в солнечный день она может вызвать серьезные ожоги листьев это связано с эффектом линзы когда свет фокусируется непосредственно на поверхности листа и возникает такой вот ожог это первый минус второй минус связан с тем что в этой капле которая собирается на листе находится достаточно большой объем вот этих веществ которые мы вводим во вне корневые обработки в процессе испарения воды особенно если жарко вода испаряется очень быстро резко повышается концентрация вот этих вот веществ которые находятся в растворе и соответственно лист имеет высокие риски повреждения высокой концентрации как правило повреждения от высокой концентрации растворов носят локальный характер где они на лист попали там прожигается такой некроз получается лист может либо желтеть либо подсыхать и и так далее почему еще очень важно наносить растворы всевозможные вот эти в условиях умеренной температуры дело в том что когда очень жарко в этот же момент растение обычно находится в состоянии дефицита влаги особенно если организован верхний полив вы можете пролить растение перед обработкой даже а это является обязательным условием для нанесения вне корневых обработок растения должны быть хорошо пролиты и хорошо обеспечены влагой и теплица должна быть хорошо проветрена обязательно потому что только в этом случае будет обеспечена работа двух насосов в этом случае растения вот это представьте что эта клеточка растительная клетка она набухает вот так вот она обладает такой таким тургором хорошим да и любые растворы которые сюда наносятся не наносят ей какого-либо серьезного повреждения если же растение находится в условиях дефицита влаги то есть тургор у нее пониженный в этом случае любые растворы которые наносятся сюда могут подтягивать влагу из листа и таким образом усугублять нехватку влаги в растении соответственно если вы подкармливаете снаружи или обрабатываете растения в середине дня тогда когда растения находятся в условиях небольшого дефицита влаги а это нормально если растение находится в условиях небольшого дефицита влаги в середине дня могут даже верхушечки растений немножечко завядь ничего в этом страшного нет том случае если утром они все стоят, как гвоздики, если они восстанавливают свое состояние. То в этом случае, вот когда вы днем наносите эти растворы, состояние растений ухудшается, засуха усугубляется, дефицит влаги усугубляется и может это до такой степени усугубиться, что на завтрашний день или через несколько дней вы можете увидеть повреждения на листьях. Итак, важным правилом нанесения внекорневых растворов является нанесение желательно в вечернее время по тщательно пролитым растениям, когда они насыщены влагой и когда их физиологическое состояние является практически идеальным. В этом случае нанесение растворов на растения с хорошим тургором даст нам хороший эффект без всяких повреждений. Конечно, иногда мы специально наносим на растения растворы с высоким осматическим давлением. Особенно это касается растворов, которые профилактируют различные грибные заболевания. В том случае, если грибная инфекция прорастает внутрь растительной клетки, с помощью гиф туда внедряется, начинается там питание, это и кладоспариоз томата, это и мучнистая роса, и ложная мучнистая роса, и даже фитофтороз, и целый комплекс различных заболеваний. Какой механизм действия этих растворов? Если осматическое давление раствора является достаточно высоким, то в этом случае гифа, которая внедряется внутрь растения, теряет влагу, делается вялой, и она просто не может нормально пробиться внутрь клетки, потому что клетка обладает тургором, она обладает хорошей упругостью. Мы сверху нанесли крепкий какой-то раствор, гифа увяла, сделалась вялой, сделалась такой неспособной к хорошему проникновению в лист, соответственно она туда проникнуть не может. Но важным условием является то, чтобы растение было как следует насыщено влагой, чтобы оно было как следует пролито, потому что если растение уже будет в состоянии дефицита влаги, то во-первых оно становится гораздо более уязвимым для гифы, соответственно гифа может туда легко проникнуть, тургор нарушен, клетка вялая, и кроме того, даже если мы нанесем сюда растворы с высоким осматическим давлением, даже несмотря на то, что гифа потеряет свой тургор, то клетка обезводится еще сильнее, может повредиться и все-таки станет весьма уязвимым для различных инфекций. Таким образом, подытожу, что важными условиями внесения подкормочных растворов под корень, внесения внекорневых подкормок и обработок является первое, тщательное обеспечение растений влагой, то есть предварительный пролив чистой водой. И только после этого можно вносить все растворы. Если вы вносите раствор под корень, то после внесения раствора вы должны еще раз тщательно пролить растения. В том же случае, если вы наносите растворы на поверхность растений, необходимо это делать, желательно вечером после уже того, как солнце опустится достаточно низко, во избежание рисков повреждения солнцем, фокусирования солнечных лучей на каплях. Необходимо не допускать образования крупных капель. Необходимо использовать прилипатели, эмульгаторы, мыло, другие прилипатели. У нас выпуск специальный посвящен прилипателям и различным веществам, которые улучшают свойства растворов для внекорневых подкормок. И, соответственно, во всех случаях необходимо обеспечивать хорошее проветривание для удаления лишней влаги из теплицы, для того, чтобы не заблокировать работу верхнего насоса растений. Именно в этих условиях риски повреждения растений растворами являются минимальными. Ну а все рецептуры, которые мы вам рекомендуем, все проходят у нас предварительное тестирование, но с соблюдением тех вот условий, о которых я вам сейчас рассказал. Я надеюсь, что, несмотря на то, что информации много и выпуск длинный, он является полезным для вас и вы теперь будете точно знать, как обеспечить оптимальное состояние ваших растений. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего!